Путин засекретил все, что касается лично его. Никто не знает наверняка, где он живет, хотя первые лица нормальных государств легко предоставляют данные о том, в какой резиденции они находятся на текущий момент. Пресса публикует отчеты о том, что президент США отбыл на выходные в загородную резиденцию или в какую-то еще в определенном месте США. А здесь какая-то жуткая тайна и сплошная игра в прятки по бункерам и норам. Никто не знает размер состояния Путина, хоть и понимают, что двухкомнатная хрущевка, автомобиль ГАЗ-21 и прицеп Зюбер наверняка не все, что есть у него. Итак, чего не коснись, ведь если даже не учитывать объект пещера Алладина, которую строило специальное военно-инженерное подразделение, на западе как-то всплывали подробности сделки купли-продажи недвижимости, согласно которой Путин купил себе и другу Сильвио Берлускони по небольшому острову в теплом море, чтобы можно было по-соседски заскакивать друг к другу в гости. И вот такая закрытость и секретность, доведенная до абсурда, порождает обратный эффект. На публике появляется информация из других, часто инсайдерских источников, которые можно соотнести со взглядом бездны в того, кто долго в нее смотрел. И вот появилась информация, которую мы приводим в виде цитаты из новостей в Daily Mail. Смотрите по ссылке под этим роликом. «Владимир Путин упал с лестницы в своей официальной резиденции и испачкался», сообщает телеграм-канал, который ссылается на его телохранителей. Семидесятилетний российский лидер, здоровье которого заметно ухудшилось с тех пор, как он начал войну в Украине, пострадал от падения в среду вечером, когда он спустился по лестнице в своем московском доме. Путин приземлился на копчик, упал на пять ступеней, затем скатился на бок и соскользнул еще на две. По данным канала, резкое воздействие заставило его непроизвольно испражняться из-за рака желудочно-кишечного тракта. Нам осталось только добавить, что баланс оказался восстановленным. Теперь мы знаем, что в его жилище имеется довольно длинная и, наверное, достаточно крутая лестница, чтобы с нее можно было упасть с вот такими последствиями. Источник не сообщает о том, был ли Путин в коньках или на лыжах, когда спускался по лестнице и что стало причиной падения. Но если в сети окажется информация о том, что из ФСО уволен или погиб сотрудник, ответственный за ношение секретного чемодана фюрера, то можно не сомневаться в том, что инцидент таки имел место. Опять же, если такое имело место быть, то это безусловно ЧП государственного масштаба. Ведь шутка ли сказать, пять или даже семь ступеней лестницы были измазаны ДНК Путина и к ним наверняка получили доступ люди, которым не положено его иметь, в частности, клинеры или проще уборщики. Хотя, скорее всего, к месту происшествия были приглашены сменщики дежурного чемодановеда, имеющие доступ к ДНК фюрера. И общими усилиями они отмыли лестницу, перила, а возможно стены и потолок, чтобы ни одна ДНК не попала во вражеские руки. Но и запах, конечно, надо было убрать, потому что Путин хоть и царь, но какашки оно и во дворце такое. В общем, нечто подобное можно было предположить, поскольку еще Классик предупреждал о том, что если в первом акте на стене висит чемодан, то в последнем придется мыть пролет лестницы и даже потолок под ней. Понятно, что Классик не может тягаться с Ницше по глубине, поскольку глубина чемодана известна, а глубина бездны нет. Но в случае, если это происшествие соответствует действительности, то вот эта внезапно всплывшая тайна указывает на определенную историческую аналогию. Как известно, товарищ Сталин ушел в мир вечных курительных трубок не своим пешком, а ему в этом серьезно помогли. И товарищ Путин уже тоже давно и настойчиво требует посторонней помощи. Ну а с учетом того, что сам фюрер попеременно использует опыт Гитлера и Сталина, то и концовка его тоже должна быть похожей на финиш или первого, или второго персонажа. Но мы имеем большие сомнения в том, что у этого сморчка хватит духа застрелиться, как это сделал Адик, а поэтому ему остается второй вариант. Субтитры создавал DimaTorzok